Привет, меня зовут Даша, и вообще это видео моих ноябрьских прочитанных книгах. Итак, я тебе советую нажать на паузу, пойти на кухню, налить себе чаю, горячего какао. Можешь приходить с собой булочки, я разрешаю. Сегодня мы не худеем, потому что боюсь, что у меня не получится снова вкратце все рассказать. И без чего я перейду непосредственно к книгам, я хочу вот что объявить. У меня есть в интернете блог, их там много, в котором я завела флешмоб, это так задумывалось, но из этого ничего не вышло. В общем, там я читываю все, все прочитанных книгах, поэтому если ты вся в нетерпении, и тебе не терпится месяц ждать, пока я выложу все, ну расскажу о своем мнении, то я оставлю ссылку на пост внизу в инфобаре, и ты можешь читать мои впечатления. Там я подробнее пишу, да и впечатления гораздо свежее. Много цитат есть, которые я здесь не цитирую, чтобы не засорять время. Ну, кстати, о времени хватит его засорять. Перейдем. Как всегда, я начну с более такого легкого чтива, а именно Данцова. Сначала я расскажу о дворце со съехавшей крышей. Данцов начинает уже исправляться. Раньше, если я догадывалась об главном злодеи в первой четверти книги, то здесь я так догадалась только в первой половине книги. Главная героиня здесь Степанида. Очень мне понравилось, что разворачивается сюжет именно вокруг магазина большого. Типа, ну да, это было очень интересно почитать именно в этом плане. Как всегда, легкий сюжет, легкое перо, есть забавные случаи, неплохая книженция. И последняя книга Данцовой, которую я хочу показать, это Добрый доктор Айбандит. Вот эта книга, мне кажется, она уже очень-очень, так написано, достаточно на высокике для Данцовой. То есть очень-очень достойна. Я прям была очень увлечена этой книгой. Здесь у нас Елла Ампия Романова выступает в главных ролях. И действительно, было очень много эмоций связано с этой книгой. Очень многое я пережила вместе с главными героями ее. И на самом деле, если ты любишь книги подобного жанра, я тебе очень советую. Потому что это просто Данцова выше своей головы прыгнула, я считаю. Поехали дальше. Я уже окружила неким таинственным ареолом вот эту книгу, которую преследовали два мистических момента. Во-первых, в тот момент, когда я заказывала книги в одном интернет-магазине, то я вообще не планировала эту книгу заказывать. Целью моих покупок книжных было пополнение коллекции книг Акунина. Я не знаю, как так получилось, что я заказала эту книгу. Я об этих авторах. Это у нас, я прошу прощения, не озвучила. Аркадий Георгий Вайнер, «Вход в лабилинт». Здесь у нас книга «Лекарство против страха» и такая повесть телеграмма с того света. «О мистике». Видимо, высшие силы сочли, что мне нужна эта книга, я должна её прочесть. Чёрт возьми, они не ошиблись при этом высшие силы. Потому что это действительно того стоит, но об этом я скажу минутой позже. Второй мистический момент. «Свеча». Я, как человек романтичный, люблю читать книги со свечкой, с аромалампой, ну вот что-то такое. И когда я открыла эту книгу, у меня как раз оставалось свечи, ну вот столечко. По своему опыту я знаю, что такой свечи хватает на час, на полтора максимум, в лучшем случае. Я села читать эту книгу, ну, дав себе, ну, за рук, не за рук, ну, просто загадав, что свеча погаснет. Я закрываю книгу и там занимаюсь какими-то ещё своими делами. Первую книгу «Лекарство против страха», которая здесь есть, здесь 430 страниц, но я читала её 5 часов. «Свеча», которая должна была гореть час, погасла один к одному в то самое мгновение, когда я прочла последнюю строчку этой книги. Вот, так что я считаю, это такие два мистических момента, и, мне кажется, тебе может это показаться просто совпадением. Ну, теперь книги. «Лекарство против страха». На самом деле, прочтя эту книгу, я была в восторге, я очень зауважала авторов, потому что по книге видно, насколько они начитаны, насколько во разных областях они знатоки. Причём обычно, когда авторы пытаются проявить какое-то знание в той или иной области, это выглядит немножечко как бы отдельно от сюжета. То есть, это выглядит так, будто автор пытается тебя чему-то научить. А вот здесь это очень органично с сюжетом связано. То есть, ты даже не замечаешь тому, что ты узнаёшь какие-то интересные вещи, запоминаешь их в процессе чтения, как-то не застряется на это внимание. Потом, когда прочитаешь «Бах», ты понимаешь, что «Вау!» Книга просто гениальная, эти авторы просто гением. Я до этого считала Кунина гением, но нет, допросит меня Кунин, братьев Вайнера гении. Просто я благодарю Вашей Силу, Вашей Силе спасибо за то, что они направили мою руку, когда я на интернет-сайте кликала мышкой заказывать ту или иную вещь. Для тех, кто любит разделять книги на жанрю, таким людям покажется, что это детектив. Однако я скажу, что это выдающаяся вещь, которую должен прочитать каждый уважающий себя человек, на мой личный взгляд. Эта книга, она связывает две параллели. Одна параллель – это современность наша, ну, то есть, современность авторов. И другая параллель – это дела давно минувших дней. Ох, даже, знаешь, даже если бы я, ну, вот, не дала такого, вот, даже дело не в свече, что я вот села, я ее читала пять часов, не прерывать, потому что свеча не гасла, нет. Я ее дочитывала не поэтому, она действительно очень собой увлекает, она очень многое дает и в философском плане, и в моральном плане, и в познавательном плане. И она очень увлекательная, я это уже говорила, я знаю. И мой тебе совет. Будешь читать, начинай выходной день, потому что, если ты будешь читать годни, работа, учеба, тебе будет все по боку. Ну, так было у меня. Что касается повести, которые здесь есть, «Телеграмма с того света», это, да, бесспорно детектив, признаю. Но он тоже очень хорошо обугощает человека, морально, духовно, философски. Даже немножечко учит жизни, но не занудно и органично. Я тебя немножко заинтригую. Надо же как-то, дети, замотивировать тебя на прочтение «Телеграмма с того света». Более жестокого способа убийства в жизни своей я не видела. Очень интересно мне показалось, что когда читаешь книгу, кажется, она об одном. А дочитываешь, оказалось и другом. Наверное, тут еще от читателя зависит, но мне кажется, ты присоединишься к моему мнению. И у авторов очень удается перевоплощаться. Ты когда читаешь книгу, ты правда видишь перед своим мысленным взором совершенно разных людей. Ты слышишь их голоса, ты видишь их мимику, ты походку представляешь себе, разные лица. Очень редко кому из авторов удается так по-разному передать персонажей. Потому что стиль-то написания, он один. И вот это удалось у них просто гениально. Они просто фантастически варьируются между разными стилями написания, между передачами характера людей, особенностей их характера. Ты как будто не читаешь книгу, а живешь в ней. Наблюдаешь за всем происходящим, самая личная, а не читаешь описание. Это нечто волшебное. Нашла пора перейти к Акунину. Я в этом месяце прочла 4 книги. И о них я с тобой и поговорю. Шпионский роман. Ну, под названием понятно, какой здесь жанр, что вообще здесь, про что. Здесь действие происходит, если мне не изменяет память, в 16-м году, 1916-м году. Это территория, где происходит все действие, конечно, России, но немножко. И, конечно, не обошлось без предков Фондолина. А еще здесь есть и о любви. Да. Так что, очень, кстати, возлюбленная главного героя, очень-очень интересная девушка. Очень любопытная особа. Мне было приятно с ней познакомиться. Далее у нас идет детская книга, несмотря на название. Ее можно читать взрослым, как я считаю. Речь идет снова. Апрель, как Фондолина. Действие происходит с современностью. Некий... А, другой потомок, другой ветви Фондолина. Их находит с самого младшего отпрыска. Кажется, ему 12 лет, если мне не изменяет моя любезнодевичья память. И дело в том, что общий предок Фондолина натворил геоф в свое время. Он отрыл яблоко. Помнишь в Библии историю о Еве? Яблоко. В общем, на самом деле яблоко это такой крупный бриллиант, мощный. И в те моменты, когда его пытались распилить на украшение, предать какую-то огранку, прораследило мировое зло. Ну, в книге объясняется, что Вторая мировая война произошла из-за этого. Чума, которая выкосила половину Европы, фактически, в свое время. Какие-то смутные времена. Все это происходило именно из-за того, что этот камень, это яблоко пытались что-то с ним воздействовать на него посредством какого-то образа. В общем, этот человек, который нашел младшего потомка Фондолина, он может открывать, ну как, он может находить дыры, которые, назовем их так, которые ведут в разные временные рамки. И с тем, чтобы... И он хотел, чтобы вот этот самый младший потомок Фондолина проник через эту дыру в дыру время и посодействовал тому, чтобы яблоко райское не оказалось в руках ювелиря, разбойников-бандитов, а осталось в сохранности и не тронутым. Тогда можно было бы избежать мудоможества в будущем катастроф. Роман-кино, фильма шестая, «Гром победы, раздавайся». Честно говоря, вот эта вот серия «Смерть на Бурдушафт», роман-кино, она мне дается трудно. Ее я читаю со скрипом. Это одна из редких вещей у Кунина, которую я не перечитываю. А оригинал, то есть в первый раз, когда я читаю, я с трудом дочитываю до конца, я просто себя почти заставляю. Тут военные времена, всякие военные действия, все такое вот. То есть, ну, не могу ничего сказать, кроме того, что сказала, потому что не далась мне, как я уже говорила, с трудом. и впечатление на меня, поэтому она мне особо как-то и не запомнилась. Поэтому, если ты такая же прям девушка, как я, которой трудно даются какие-то такие книги чисто на военную тематику, вот эта вся жестокость военная, не читай. Если ты парень или девушка, которая, ну, спокойно переносит подобное, то, конечно, ему...